На следующем слайде видны причины повышенного расхода железа. Это ускоренный рост детский и подростковый возраст. Особенно большой расход железа идет первый год жизни, первый и второй год жизни, когда ребенок очень быстро растет. И в подростковом возрасте 12-14 лет. И в это время идет повышенный расход железа. Следующая причина при беременности и лактации. Во время беременности мать теряет 700-800 мг железа, а в период лактации от 0,5 до 1 мг железа в день. Еще может быть причиной диеты подростков, то есть неправильное питание. Это чипсы и кола в основном. У девушек расход железа еще более увеличивается на фоне первых менструальных кровопотерь. Что может приводить к классической клинической картине хлороза. Ну и еще одна причина это наличие хронической инфекции. Железодефицитная анемия наступает не сразу. Различают три стадии дефицита железа. Первая стадия. Прелатентный дефицит. Потери железа превышают его поступление. Лабораторные анализы показывают снижение ферритина. Увеличивается всасывание железа в кишечнике. Запасы железа уменьшаются. Но сывороточное железо и гемоглобин пока еще в норме. Вторая стадия. Латентный дефицит. Запасы железа продолжают уменьшаться. И наряду лабораторные анализы показывают не только снижение ферритина. Но и снижение уровня сывороточного железа. Концентрация гемоглобина и количество эритроцитов пока не изменяются. То есть концентрация гемоглобина может снижаться. Эритроциты уже начинают уменьшаться. Третья стадия это анемия. Сначала нормохромная и нормоцитарная. Затем она переходит в гипохромную микроцитарную. И наконец появляются тканевые нарушения. Биохимические показатели обмена и депо железа. Наряду с общим анализом крови. Для подтверждения, для дифференциальной диагностики железодефицитной анемии. Нужно обязательно делать биохимические анализы. Значит первое. Это железосыворотки. Общее железосыворотки при железодефицитной анемии снижается. Второй показатель. Общее железосвязывающее способность сыворотки. Вот она при железодефицитной анемии напротив увеличивается. Латентная железосвязывающая способность тоже увеличивается. Показатель насыщения трансферина железом резко снижается. Растворимые трансфериновые рецепторы в сыворотке повышаются больше чем в три раза. Оценка запасов железа. То есть определение ферритина. Содержание ферритина снижается. Чем меньше железа, тем меньше ферритина. Снижение коэффициента насыщения трансферина. В норме должно быть 20-30%. И дисфераловый тест. Снижение выделения железа с мочой после введения больному. Комплексоны дисферала менее 0,4-0,2 мг. Клиническая картина железодефицитной анемии. Железодефицитная анемия сопровождается двумя синдромами. Два основных синдрома. Первый анемический, тот который развивается при любой анемии и зависит от выраженности анемии и от скорости ее развития. И второй синдром сидропинический. Он обусловлен снижением уровня железа в сыворотке крови. Железодефицитная анемия чаще всего развивается у женщин детородного возраста, детей и подростков. Прежде всего у девушек. У женщин заболевание впервые манифестирует во время первых менструаций или первой беременности. Что означает сидропинический синдром? Это ломкость воплощения ногтей, сухость кожи, ангулярный стоматит, гласит, сидропиническая дисфагия, уменьшение мышечной силы, симптом синих склер, императивные позывы к мочеиспусканию, сидропинический субфибрилитет, рассеянность, снижение иммунитета, усиленное разрушение зубов. Объективные данные. В огранических железодефицитных анемиях, легкой или средней степени тяжести клиническая симптоматика часто отсутствует. Либо ограничивается умеренно выраженными проявлениями сидропинического синдрома. На следующем слайде вы видите как раз вот эти сидропинические синдромы. Исследование периферической крови. Общий анализ крови. Наблюдается микроцитарная гипохромная анемия. То есть объем эритроцитов меньше 75 фемтолитров. Цветовой показатель меньше 0,8. Содержание гемоглобина в одном эритроците меньше 24 гигаграмм. Сдвиг кривой Прайса Джонса влево. Гипохромия. Анизоцитоз и пойкилоцитоз эритроцитов. Количество ретикулоцитов в норме или снижено. После кровотечения несколько повышено может быть. Через несколько дней после начала лечения тоже повышается. То есть развивается небольшой ретикулоцитоз. Количество лейкоцитов, тромбоцитов и лейкоцитарные формулы не изменяются. Биохимические исследования мы с вами рассмотрели. Это снижается сывороточное железо. Ферритин особенно снижается. И насыщение трансферинов снижается. Увеличивается общая железосвязывающая способность сыворотки и уровень ненасыщенных трансферинов. В следующем слайде приведены нормы согласно рекомендации ВОЗ. Нижняя граница содержания гемоглобина. Нижняя граница содержания эритроцитов. Гематогрит. Содержание гемоглобина в одном эритроците. Цветовой показатель сывороточное железо. Общая железосвязывающая способность. Железосыворотки. Оценки запасов железа в организме. Картина периферической крови. При железодефицитной анемии. Количество эритроцитов обычно в пределах нормы. Гемоглобин снижен. Содержание гемоглобина в одном эритроците меньше нормы. Концентрация гемоглобина в одном эритроците меньше нормы. Объем эритроцита меньше нормы. Анизоцитоз может оставаться нормальным или незначительно повышенным. Эритроцитарная гистограмма имеет обычную форму и смещается влево. При генераторной стадии. Ретикулоциты в пределах нормы. Либо несколько повышены при наличии кровотечения. Лейкоциты и тромбоциты в пределах нормы. При хронических кровотечениях может наблюдаться небольшой тромбоцитоз. Либо тромбоцитопения. Чаще. СОИ чаще вновь. Это картина периферической крови. При железодефицитной анемии. Она гипохромная и микроцитарная. Как вы видите из этого слайда. Здесь приводится регенераторная фаза периферической крови. При железодефицитной анемии. Лейкоциты в норме. Эритроциты несколько повышены. Гемоглобин ниже нормы. Объем одного эритроцита меньше нормы. Содержание гемоглобина в эритроците меньше нормы.